Отделившись от родителей, можешь здесь устроить студию и будешь здесь снимать. Всем привет! Вы на канале Изи Роза. Сто лет с вами не виделись. Как вы видите, картинка сзади меня немножко изменилась. Вы, многие, задавались вопросом, куда мы исчезли на целый месяц. На этом канале, по-моему, даже дольше не было видео. И сейчас попытаюсь ответить вам на эти вопросы. Дело в том, что мы в течение двух месяцев до Нового года были активно заняты темой переезда. Которую вы и увидите в наших следующих видео. Потому что в течение января месяца я активно снимала видео. В декабре я не снимала ничего. И первое видео, которое вы увидите сегодня, было снято в конце ноября. Да, мы действительно переехали. Мы переехали из квартиры в дом. И это наш дом. Ну, как бы не совсем наш. Но подробнее об этом я вам расскажу дальше на канале. Дело в том, что дом не совсем наш. Потому что он взят в ипотеку. И мы в течение, я надеюсь, нескольких лет сможем его выплатить. Вот такая у нас радостная новость. Конечно, мы в процессе жизни будем этот дом переделывать под себя. И у нас дело в том, что не один дом. А у нас получилось так, что у нас два дома. В одном доме, где сейчас сижу я, живем мы. А в соседнем доме, который тоже принадлежит нам, теперь у нас целый зоопарк у зверей. У наших есть своя комната. Короче, вам это тоже обязательно покажу. И, в общем-то, этим мы очень довольны, очень рады. Потому что мы хотели завести огромное количество животных. Но у нас не получилось из-за того, что нам просто в квартире не хватало для этого места. Что же произошло за последний месяц? Ну, во-первых, мы в течение двух месяцев активно занимались тем, что пытались провести сделку. Поскольку мы живем в Крыму, в связи с этим есть некоторые затруднения. Об этом тоже обязательно расскажу на канале. И произошло так, что в день сделки, 29 декабря, я приехала домой. И еще во время поездки домой, скажем так, я почувствовала, что мне становится плохо. У меня немного болело горло. И я думала, что это такое, что-то такое несерьезное поболит. Я выпью таблеточку какую-нибудь, пополоскаю горло, у меня все пройдет. Но не тут-то было. Вернулась я домой и 29-го у меня уже поднялась температура. Хотя перед этим у нас уже болела Лиса, которая весело сходила на дискотеку и принесла нам домой сопли, температуру и кашель. Она переболела не так сложно, но у нее были какие-то очень странные симптомы. Поскольку мы живем в Керчи, то у нас тут сдать анализы на коронавирус достаточно проблематично. Но у нее все это прошло там, не долго у нее все это тянулось. Я ее быстренько привела в себя. И когда я ее привела в чувства, последнюю неделю она не ходила в школу, болела, сидела дома перед каникулами. А после этого заболела я. Короче, в день, когда мы оформили этот дом, я приехала домой, у меня поднялась температура. И потом на протяжении нескольких дней я прям так круто болела. После меня заболел еще муж. И я думаю, что по всем симптомам это был, похоже, коронавирус. Мы после этого сходили, лечились мы дома. Поскольку здесь с врачами очень проблематично. Сидеть сутки с температурой в очереди это не так приятно. Поэтому мы обходились своим домашним врачом. Ну, в России нет личных врачей. Но в поликлинику идти мы не захотели. И поэтому я созванивалась по телефону. Он сначала консультировал Алису, лечил. Он ее видел. Мы ему давали все данные. Потом он лечил меня и мужа. Мы долго приходили в себя. Я долго не могла разговаривать, потому что у меня болело горло. Я очень сильно кашляла. Мне сложно было снимать видео. Я до сих пор кашляю. Уже прошел месяц я до сих пор кашляю. Мы сходили к врачу. В общем-то у меня осложнений никаких нет. Поэтому я так понимаю, как у маленьких детей, там течет по задней стенке. И в связи с этим я кашляю. Люди, наверное, пугаются на улице от моего кашля. Но постепенно я еще долечиваюсь. Но параллельно с тем, что мы болели, мы еще вынуждены были переезжать. То есть заболела я 29-го. А 4-го числа мы уже начали переезжать в свой дом. Как прошел Новый год, я не помню. Вот буквально-таки практически совсем ничего не помню. Потому что у меня была высокая температура. И мы как-то так собрались. 12-го там как-то отпраздновали. Что было дальше, я тоже не помню. Веселое было состояние. Если кому интересно, могу рассказать об этом в видео. Потому что, наверное, у каждого свои признаки. И у меня до сих пор еще не восстановилось обоняние. Это очень странно. Потому что у меня такого никогда не было. Ну да ладно. В этом видео я вам хотела рассказать, как мы первый раз с Алисой поехали смотреть дом. И вы увидите какие-то кадры, где мы ходим по дому. Мы снимаем мерки. На тот момент мы еще не заключили договор. Не внесли предоплату. Мы просто его смотрели. Но дело в том, что хозяйки этого дома не было в стране. Мы ее ждали, когда она прилетит из Испании. Так что сейчас смотрите видео. Вы первый раз своими глазами увидите наши впечатления о том, как мы смотрим наш новый дом. Это не весь рум-тур. Не весь хаус-тур. Более подробно я его буду снимать. Дальше буду рассказывать, что мы планируем здесь переделать. Что мы уже переделали. Вы уже увидите в следующих видео разницу. Короче, у меня отснято несколько видео, которые вы постепенно каждый день будете смотреть. И вместе с нами переезжать. Вместе с нами что-то переделывать. Было очень весело. Но мы все еще в процессе. Потому что, купив свой дом, мы поняли, что здесь каждый день что-то нужно делать. Комната, которая практически с улицы. Типа летней кухни. Но она не отапливается. Такая большая-большая комната. И сколько здесь хурмы. Гараж большой-большой на две машины. А сейчас у нас дождь идет. Я не пойму, то ли пыль летает, то ли капает. Большой-большой гараж. Вот здесь. Ну как, Алис? Классно. У меня уже успела обсыпливить собака, и я вытиралась. Ткнулась. Я стояла, она взяла, сзади подошла, ткнулась носом в руку. И я такая, что? И все рука в соплях. Мы еще не все посмотрели, потому что ты зря это руки вытирла. А, я поняла. Он такой соковыжималкой как раз пользовался. Для сока. О, у нас тоже была такая соковыжималка. Ну, короче, гараж большой. Большой-большой. Он такой прям капитальный. Вообще класс просто. Здесь столярка. Машина. Машина констеральная. Уф, ты смотри, смотри, какая штука куёвина. Еще мотоциклист кто-то был. Да, колеса вон лежат. Ну, это для этой машинской все. И большой-большой молоток. Это кувалда называется. Верной звонок. А как видишь? Видишь, а не видишь? Я. А это муха. Алис, как тебе муха? У-у-у. Большой-большой. Ему 7 лет. Беседка. Дижел-музыкант. Классная летняя. С трубой. Здесь летняя кухня. И там слева комната. Она с отоплением, кстати. Да, вот такая кухня. Рамочная. Здесь есть вода, получается. Газ. Газ есть. То есть, это помещение можно отапливать. Здесь тоже есть кружки. И батарея вот здесь есть. А, это стиральная машина. И, похоже, вот старая-старая какая-то печка. А вот здесь вот можно готовить еду. Собачки. Летом. Да. Это котел, смотри, был. Ну, это похоже не на котел. Поэтому, может быть, какой-то аппарат. Он рабочий. Да, смотри, вон верхняя степень. Это для собаки. Запотела. Это лжишка. Это холодильник для собаки. Ага. Ну, так ты видела собаку? Она же кушает больше, чем мы втроем. А это живая комната. А вот здесь комнатка есть. Ух ты! Большая комната. Слушай, смотри, какие полы. И батарея есть. И вот здесь вот диванчик есть. И здесь жил музыкант. Очень много аппаратуры. Она очень прям большая. Прям очень такая. Телевизор. Сони. Как тебе комната? Захочешь уйти от родителей, можешь уйти сюда. Здесь отапливается. То есть, это вообще отдельное помещение жилое. Вот представь. Алиса, станешь этим, отделився от родителей, можешь здесь устроить студию и будешь здесь снимать. Все, что хочешь. В розовый цвет покрасишь. Я согласна, давай. Класс. Да. Еще тут теннис на руке есть. Помнишь, что я теннисом хотела заниматься? Это бомбинтонное. Все в твоих руках. А нет, это теннис на него очень. А ухна у тебя будут выходить на хурму. Хурмы и на дереве до сих пор много. Для Васи есть подружка. Одинаковая. Вообще похоже. Это девочка и у нее котятки. Классная. Вообще класс. А вот здесь растут гранаты. Вы видели, как гранаты растут? В которых вкусные ягодки. С косточкой. Причем огромные гранаты. Малина. Очень много малины. Орехи растут. Вот здесь цветочки. Алиса не может дверь открыть. Ну просто тугое. Это папа сейчас откроет. Папа. Алиса хочет пройти вон еще вот в тот сарайчик. Посмотреть, что там. С той стороны откроется. Вот так вот. Ок. Серьезно. Да. Работа. Пойдем. Ой, ой. Муха сейчас придет. А, это летний туалет. А вот это... Смотрите, гранаты поближе. Класс. А здесь получается инструменты лежат. А, да. Здесь тоже очень большое помещение. Здесь можно складывать седовые инструменты. Да, инжир. Инжир был. Вон и есть. А, так инжир и есть. Он просто листья опали. Это дерево инжирное вот это. Ничего себе. Огромный большой инжир. Да. Мне гранаты не дают покоя. Я на них смотрю, они такие здоровенные. Класс. А это яблоко, походу. Это яблоко? Нет, это гранат упал. Из дерева. Нет. А вон там уже соседи. А это туалет. Кухня. Ага. Нет, здесь. Это, наверное, под этим. А, нет. Не выдвигающаяся. Угловая. Угловая кухня. С ящиками подъемными. Здесь под это. Подложки, вилки. Это глубокие. Сюда можно тоже. И эти глубокие, получается, два. Вот это кастрюли ставить. Еще нужно поднимать, куда посудомойку строить. Но можно вместо вот этой полочки, если здесь ничего такого нет. Да, ничего с такого можно сюда будет поставить. Так. Здесь полки какие. Полочки просто. Ага, вот сушка сразу. Это хорошо. Угловая получается сушка. Единственное, я по росту не достану. Ничего. Тоже полочка. И вот здесь полочки. Вытяжка есть. Печка. Печка. Газовая. Духовки, получается, здесь нет. Нужно микроволновку поставить. А это, это панель. Я нужна будет заменить. Стол возле окна. И окно выходит на гараж. А здесь ванная и туалет. Совмещенные вот такие. Здесь ванная, раковина, душ, бойлер и туалет. Такая большая, просторная. Сюда можно будет, кстати, перенести эту стиральную машинку. Ага, на кухне я нашла домофон. Рабочий, кстати. Стол прикольный. Он стеклянный. И он сделан в виде кофе. Он раскладной. Стул еще раскладывается. Картинку можно будет поменять. Да, там достается. Его можно увеличить. Стабуретки деревянные. И пол теплый на кухне. Это просто класс. Окна все в доме вот такие деревянные. Кофе любят здесь. Да все любят кофе. Кофемолка. Алиса нашла свою комнату. Не, в моей комнате во втором доме. Просто я запомнила, что здесь мыши. А в нише книжки. Получается. Вот такие. Только они шторкой завешаны. Окна здесь деревянные. Комодик. А здесь шторочка. И кровать. И дверь с шторочкой. А здесь коридор. А здесь коридор шкаф. Тут подвешалки. Подвешалки. А здесь полки, наверное. Ага. Так. А здесь, наверное, гладильная доска. А, нет. Это здесь плохо закрепленный шкаф. Здесь тоже вешалки. И переходим в следующую. Очень много книг. Причем Михаил Шолохов. Здесь Дюма. Причем Дюма и полное собрание. Дидро. Так класс. Холодно. Полы. Мерзнет. Лизка. Сюда станет кровать. Вот здесь. Да. Ну там можно трилляж поставить. Там против окна. Или здесь. Вот тут трилляжик. Вот как раз розетка есть. Трилляж возле окна поставить. Вот здесь шкаф станет. Но он будет частично перекрывать дверь. Не будет. Не будет? Не будет. А. Ну, станет здесь нормально абсолютно. Ну книги это великая ценность. Достояние нашего народа. Высота потолка получается в Алисиной комнате. 2,57. 2,57. А ширина этой комнаты реальная. Держи, Лиза. Угу. Вот такая была первая встреча Алиса с новым домом. Мы до этого уже здесь были. Мы уже его смотрели. Просто обязательно хотели показать дочери. Потому что она тоже здесь будет жить. И завтра вы увидите новое видео. В котором я вам покажу уже как мы переезжали. Было это невероятно весело. Очень смешно. Произошло это уже 4 января. Мы начали перевозить некоторые вещи. Поэтому переезжайте вместе с нами. Увидимся завтра в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok